Убийство девятилетней Лизы Киселёвой всполыхнуло не только Саратов, но и всю Россию. 9 октября 2019 года девочка пропала по дороге в школу. На поиски ребёнка вышли сотни добровольцев. Нернодушные граждане приносили чай и еду волонтёрам поискового штаба. На протяжении двух дней люди прочесывали все районы областного центра в надежде найти Лизу живой. Однако чуда не произошло. Той же ночью стало известно, что школьница мертва. Её тело обнаружили в гараже недалеко от того места, где она пропала. Трагедия потрясла весь город. К месту происшествия съехались сотни саратовцев. Они потребовали отдать им на самосуд мужчину, задержанного по подозрению в убийстве. Общественные волнения продолжались всю ночь. 9 октября. Первый день поиска Лизы Киселёвой. Ближе к вечеру 9 октября в саратовских СМИ появилась первая информация о том, что в областном центре пропала 9-летняя Лиза Киселёва. В ГУМВД области в поисковом отряде Лиза Алерт сообщили, что девочка исчезла в 7.30 утра по дороге в школу Кировского района, а также опубликовали основные приметы ребёнка. Примерно в 19.00 представители следственного комитета назвали точное место пропажи ребёнка. Оказалось, что девочка вышла из дома по адресу Высокая и отправилась в школу номер 73. Было принято решение сконцентрировать поиски именно в этом районе. К этому времени девочку уже искали волонтёры отряды Лиза Алерт, сотрудники СК и МВД. Спустя 3 часа, примерно в 22.00, по факту исчезновения Лизы, следователи возбудили уголовное дело – убийство малолетнего. К расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты. Началось изъятие записей с камер видеонаблюдения по пути следования девочки. Всю ночь с 9 на 10 октября сотни человек искали пропавшую Лизу. В первом часу ночи по местному времени в штабе зарегистрировалось 694 человека, из них 27 – добровольцы Лиза Алерт. 10 октября – второй день поиска Лизы Киселёвой. Ранним утром примерно в 8 часов в комментариях сообщества «Лиза Алерт Саратов» в социальной сети ВКонтакте к посту о поисках девочки было почти 7 тысяч комментариев. Большинство из них – о добровольцев, которые помогали спешим поискам. Водители автомобилей, которые проезжали вчера утром в районе пропажи Лизы, просили проверить видеорегистраторы, которые могли заснять девочку. Кроме того, некоторые пользователи социальной сети предложили найти председателя, расположенного рядом гаражного кооператива, и попросить собственников открыть двери для активистов и кинологов. Около 9 утра в пресс-службе МВД области распространили комментарии по поводу поисков школьницы. Представители главка отметили, что в данном мероприятии принимает участие более 100 полицейских. В тот момент обследовали улицы, чердаки, подвалы дома, гаражные массивы, проверяли торговые центры, изучали записи камер видеонаблюдения. Примерно с 13.00 в СМИ стал гулять фоторобот мужчины, который мог быть причастен к исчезновению Лизы Киселевой. На листке, где изображено лицо мужчины, было указано, что его видел водитель автобуса. Названы приметы. На вид 28-35 лет. Рост 180 см. Редкая борода. Волосы черные. После 22.00 стало известно, что в Саратов собираются прилететь опытные поисковики из Москвы, чтобы помочь в розыске Лизы. Председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев подчеркнул, что по городу было расклеено более 5000 ориентировок. Школьницу искали сотрудники областной, городской служб спасения, полицейские, представители следственного комитета и неравнодушные граждане. 11 октября. Обнаружение тела Лизы Киселевой. После полуночи в СМИ стала гулять информация о том, что тело 9-летней Елизаветы Киселевой было обнаружено в гаражах, недалеко от школы, где она училась. Подозреваемого задержали. Его удалось вычислить при отработке людей, ранее судимых по данным статьям. Подозреваемый отбывал срок за совершение насильственных действий. Задержанный мужчина якобы сам признался всадеянным и показал, где спрятал тело ребенка. Им оказался 35-летний Михаил Туватин. В час ночи отряд «Лиза Алерт» остановил поиски Лизы до проверки информации. «Просим всех отправляться домой до утра», было сказано в сообществе ВКонтакте. В 2 часа ночи в гаражах, где обнаружен труп девочки, собрался стихийный митинг. По предварительным данным, правоохранители привезли на место происшествия подозреваемого и пытались провести следственный эксперимент. Однако их работе помешали разгневанные саратовцы. Люди требовали выдать им убийцу для самосуда. Разъяренные горожане пытались даже раскачать УАЗик полиции. На усиление приехал ОМОН, и это немного успокоило толпу. В 3.20 люди стали уезжать от гаражей и стягиваться к УМВД по городу Саратову на улице Московской. В 4 часа утра на Московской собралось около сотни горожан. С народом общался начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной. Люди заявили, что недовольны работой полиции. Жители города возмущались, что стражи долго не сообщали о том, что нашли тело, и волонтеры продолжали поиски. Обидело людей и то, что следственные действия якобы начались в 4 часа дня. Кроме того, горожане заявили, что во время стихийного митинга, когда люди не давали вывести подозреваемого, полицейские якобы распылили какой-то газ. Версия следственного комитета. Пару месяцев назад подозреваемый увидел старый гараж, поменял замок и самовольно им завладел. В тот роковой день 9 октября он был в гараже. Мимо шла девочка и спросила у мужчины, его ли это гараж. Злоумышленник подумал, что гараж принадлежит семье Лизы, испугался разоблачения, затащил туда Лизу и убил. Около часа дня следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве Лизы. Мужчина на камеру признал вину и раскаялся в преступлении. По данным следователей, задержанные имеют непогашенные судимости за изнасилование, разбой и насильственные действия. Ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. 9 октября он увидел идущую в школу девочку и набросился на нее. Затащил в заброшенный гараж, повалил на пол и совершил надругательство. Жертва отчаянно сопротивлялась, звала на помощь и пыталась вырваться. Поэтому злоумышленник начал ее душить. Сперва руками, а потом металлическим проводом. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, он через отверстие в стене перетащил тело в соседний гараж, а затем скинул в погреб. Во время поискова добровольцы вскрывали гаражи, но именно этот выглядел заброшенным. Перед ним даже росло дерево, и никто бы не подумал, что девочка может быть там. 24 августа 2020 года вынесен приговор Михаилу Туватину, совершившему убийство 9-летней Лизы Киселевой. Мужчина получил пожизненный срок заключения. Он отбывает наказание в колонии особого режима. Субтитры создавал DimaTorzok